Сегодня в первой части нашей передачи неприятным увлечением. Поставить евро, два, потом и больше, и больше в надежде, что однажды ты выиграешь свой заветный миллион. Однако удача ждет далеко не всех. Но давайте поговорим о проблеме азартных игр. Видите ли, если сам человек с этой проблемой справиться не может, надо это делать на государственном уровне, чтобы азартные игры были недоступными. Я никогда с этим не сталкивалась, не знаю. Конечно, большие проблемы, потому что люди думают, что выиграют, а там вообще, ну, третий час только можно выиграть. Но идиоту надо быть, чтобы играть в такие игры. Азартные игры – это большая проблема? Не знаю, не знаю. Вы играете? Играете в азартные игры? Да, играл. Сколько ваш самый большой проигрыш? За зарплату. Когда-либо играли в азартные игры? Да. А во что, если не секрет? Да, во что угодно. Карты, аппараты. А вы, ну, проигрывали какие-то суммы? Круто. Конечно. А какой был самый большой проигрыш, если не секрет? 300 евро. Как с этим бороться? Никак. Я думаю, что это у каждого человека своя проблема. То есть он приходит по каким-то проблемам играть. Учить надо с таких лет. Надо закрывать. Закрывать, прикрывать чуть-чуть азартные игры, и все. Будет меньше тоже криминала, я думаю. Как бороться? Играй, игра и все. Если повезет, то все, окей. То есть вы за азартные игры? Нет, я не азартные. Нет, я не азартные игры.